проект архитектура караганды здравствуйте меня зовут виталий несибаева за нашей спиной дворец культуры на федоровке который уже много лет вот вот так вот он выглядит то есть он брошенный огорожден забором ну если опять же говорить об этом здании то конечно же устроился тогда когда караганда еще была одна этажная 50-е послевоенные годы район федоровки понятно что народу нужна была культура нужно было такая вот трудящимся отдушина куда ходить развлекаться обогащаться ну и прочие развлекательно отдыхательные такие мероприятия ну понятно что это здание сегодня вот к сожалению функционирующим не осталось но вот ограждено но забором как мы сказали это частная территория мы еще прошлом году хотели сделать выпуск об этом здании но так и не сумели мы найти собственника говорят он где-то за границей поэтому мы сегодня поговорим об этом здании но к сожалению внутрь мы не попадем да и надо ли это насколько это безопасно было бы да потому что там как видно уже и перекрытие в довольно аварийном состоянии где-то их и вовсе нет но при этом здание имеет свою уникальную архитектурную окраску здесь сохранились фрески сохранились орнаменты и в целом те росписи которые виднеются вот в этих дырах они тоже есть тем более наши старожилы те которые помнят это здание функционирующим помнят по крайней мере примерно тех кто это здание мог построить и как его устроили здесь тоже очень много интересных моментов и самый главный что с этим зданием делать сегодня проект архитектуры караганды мы находимся на федоровке дыка завода эшгэшеву бывшие значит историческое здание она чем отличается что это одно из первых караганде я буду так говорить 40 начиная после военное время удивительный период и начала пятидесятых караганде происходило удивительное ну события давайте так летний театр сорок девятый год вот 51 год вот это здание было это построено далее все втором дека горняков начался строить пятьдесят четвертом он открылся до 52 все втором декорников разве не во время войны начали после войны то что его начинали я говорю то что происходило после военное время далее дека майкудук 54 год 56 дека абая вот это удивительное время когда да и кинотеатры начинались появляться время когда культурную жизнь начинали создавать городе караганда чем отличается это здание это вот пример арт-деко то есть это уже не сталинский ампир здесь что можно четырехколонный портик обратите внимание и до сих пор сохранилась лепнина лепнина значит ну то что его строили пленные не только японцы здесь много было пленных так же как и летний театр далее можно сказать что это вот как раз тот период когда особых излишек не наблюдалось очень здесь можно так европейские стили арт-деко и и умудрялись а вот и вот как раз национальные национальные мотивы лепнина даже в колоннах присутствует орнамент казахский и не можно объяснить еще вот разрушаются вертикальные проемы заполненные орнаментом точно такой же принцип дека горняков где уже более ну насыщенно применялся декоративные декоративное исполнение национальных орнаментов а если передняя часть фасадная так скажем было гаражена забором то задние но здесь вполне открыто я вот как раз таки здесь виднеется именно задник это самое наверное известное учитывая факты строительства ротонда то есть вот такой выступ и конечно здесь все уже заросло травой а здесь вот уже следы жизни деятельности социальных лиц но тем не менее здесь когда-то все скорее всего но однозначно было все таких вот виде парка ну и конечно люди здесь прогуливались действительно здание вот так вот визуально кажется вполне восстанавливаемым но опять же это не нам судить но вот пожалуйста вот пожалуйста вот туда снимаем остатки росписи штукатурки вот обратите внимание тоже один к одному д.к. майкуду где мы были до обратите внимание это же ротонда только она в каком стиле где там все сделано просто чисто здесь здесь уже видно что художественно от чистый арт-деко обратите качество лепнины какое до сих пор обрамление колон вот внутренняя часть ротонды и вот тоже тот же балкон на который мы выходили д.к. в принципе здание которые вот после после этого здания д.к. строились один к одному я честно говорю вот даже можно сказать что д.к. горняков он по объему больше два раза тем не менее стилистика та же только там сохранились ну вот допустим здесь даже роспись была потолка альфрейные росписи потолка вот сохранились в интерьере очень качественно карнизы обрамление вот видно вот или дальше он видать каждый проем каждый проем обрамления росписи были очень хорошего качества значит могу только назвать амеев кенезбаев это монументальные графики вот амеев кенезбаев это графики монументалисты а и монасов он график будем говорить экс-либрис ты вот на выставке я люблю его афорты оформили оформлять удивительные и вот вот эта простота манеры подачи в росписях вот даже по фрагментам можно увидеть что передано время молодые люди музыкальными инструментами жизнь поддерживалась культура строительстве этого здания я говорю участвовали но архитектор скорее всего это брейнер и я наш которые занимают проектировали и дворец горняков и летний театр кстати тоже мне просто думается что это и и здесь московские архитекторы далее могу объяснить что в отделке вот этих фасадов принимали участие альфредщики и форматоры алматинской бригады во главе шульгиным художники только знают кто это для обычных людей ну ну что просто это семейство было художников шульгин дальше в в отделке а вот дальше я просто хочу сказать что происходило с этим зданием здесь было очень много кружков музыкальных то есть это был центр вот это федоровского района надо отдать должное может быть правильно что оградили забором это здание чтобы туда не залазили и там уже и надписи и царапают а фрески вполне можно восстановить и если это здание будет подлежать восстановление то фрески бы хотелось бы они уникальны еще тем что они показывают графически время время очень от хорошо отображено в фигурах этих людей дальше очень хорошего качества альфредные работы вот по фасаду даже можно судить обрамление и и колонны и вставки можно только говорить о том что насколько специалисты знали материал и делали на совесть что до сих пор обратите внимание они в сохранном состоянии их только покрасить и и достаточно было бы здание до платежном состоянии об этом уже нужно говорить в других под других инстанций долгое время мы со мной люди общались люди со мной давали предложение чтобы вот этот объект забрать коммунальную собственность и этот объект восстановить мы сейчас находимся на федоровке ну тут такое хорошее место тихое место но вот это место она покажите сюда это дыка на федоровке долгое время заброшенное запущенное ну не знаю порядка 20 лет может больше лет и вот в ходе работы мы нашли хозяев хозяева документы свои собирали приводили в порядок сейчас мы в принципе нашли точки соприкосновения когда они готовы нам его либо передать либо продать но само состояние до которого они его довели и само скажем положение в котором он сейчас находится вот у меня вызывает такие немножко опасения поэтому я вот хотел бы с вами посоветоваться показать его состояние и таки решить понять нужно ли нужно ли его восстанавливать либо искать другой земельный участок все-таки строить какой-то другой объект на этой территории ну понятно что это дыка было свое время для этой части караганды культурным местом и сейчас многие жители этого района говорят что здесь нету другого такого объекта где можно было заниматься и там хором песнями там дети чтобы сюда ходили и спортивные объекты здесь можно было и культурные мероприятия могли бы проводить поэтому вот здесь я такой небольшой растерянности нахожусь в части сейчас вы все увидите мы покажем вам сейчас здесь один из хозяев находится караганда начиналось с михайловки из федоровки вот это все михайловский район федоровки здесь находился райисполком вот вы сейчас проезжали это был центр там в городе еще ничего не было ну в смысле было но все начиналось а вот здесь ну и потом надо отметить что тридцать четвертый год вот все варилась а здесь я имею ввиду политические и начиналось еще построили как строили как вы считаете ну вы видите что кирпич все кирпич и хорошая каменная штукатурка это начало начало вот индивидуально от она уже потом стала типовым в дальнейшем вот я же объясняю декамайкудук по такому же тоже такая же планировка также это трехосевое здание здесь ну будем так говорить где-то в начале 90-х годов в конце 80-х здесь устраивал автопарк принимал участие в каком плане для детей елки организовывались для работников автопарка не только для работников автопарка а вообще для всех это было вообще удивительно такое увидите перспективу этого здания понятно что отметим вопросы сейчас она собственно но допустим если будущего этого здания как вы считаете ну вот я как архитектор считаю что есть только нужно хорошие деньги вкладывать в это что нужно из него сделать да все сделай кровлю поменять нет нет я имею ввиду какой вернуть его именно в культурную среду да в культурную среду сделать потому что молодежь вот сейчас за этим парком если можно посмотреть за этим парком вся молодежь там тусуется там у них лежанки все они вот молодежи негде вот на сегодняшний день нету молодежного центра вот сделать из него центр досуга молодежи вот это самое идеальное уже перекупали со вторых рук был основной хозяин еще какой-то ну да вообще как считаете вот если вы готовы передать его да нам там как будем договариваться там да с вами вообще он пригоден к восстановлению само здание хорошее у наружные стены живые внутри ничего нету можно они почти метров они вообще не степится нисколько штука только стоит сколько лет уже понятно что в питере восстанавливают в москве восстанавливают такие здания насколько она стоит этого насколько вот сюда денег нужно будет потратить там все балки внутри попили на металл он тут все в основном ломали на кирпич или на металл он на металл основной металл да даже соли перемычки оконный выбить 10 процентов перемычек это ради трех четырех арматурив которые они есть четырех рельсов они там рельсы стояли то есть здесь перемычки в свое время делала с именно рельсами не бетонные такие поэтому ради рельсов делали как они узнали это скорее всего строили же еще пленные на японцы да это японская тут зона на этом весь этот сталина написано имени сталина тут есть где пройти чтобы вас не завалило вот это вот холл перед актовый зал вот это актовый зал три двери копия как в саране такой стоит вот это актовый зал вот тут с этой стороны сцена должна быть тут вот так она верхом наклонной стоит вообще у меня идея была я хотел с моста сделать правый съезд и чтобы вот сюда на федоровку мы ехали не через молокова чтобы вот с моста съезд был именно попадали сюда а в обратную под мостом сделать такую петлю и мы на мост заезжаем тоже такая идея есть дорогостоящему пока вот как бы мы к ней тоже созреваем вот смотрите видите вся архитектура вот здесь покажите это вся архитектура японцами было сделано сомневаюсь конечно что что это возможно к восстановлению ну хотя вот вы увидели его состояние увидели но снаружи относительно живое и это как строитель смотрю понятно метровые стены толщиной все возможно просто внутри можно сказать что ничего живого нету поэтому вот и дилемма такая это что здесь место нужно культурное у них частная собственность на здание у них частная собственность на землю вот здесь игру точки соприкосновения пытаемся найти сделали оценку конечно помимо того прежде чем это делать уже сейчас еще заказывать строительную экспертизу вообще пригодно здание к восстановлению или нет но я думаю что любое здание можно восстановить просто все силы и средства и самое главное я вот просто что хотел спросить жители дают мне благословение на восстановление или нет или или просто надо строить другой объекта этот объект просто списывать сносить и не знаю собственники что-то там потом с ним сделают просто не обращать внимание это был проект архитектура караганды сегодня мы говорили о дворце культуры на феодоровке да вот такое вот уникальное здание которое сегодня уже считается заброшкой посмотрим как будут дальше развиваться событий что с этим зданием в итоге будет ну а я хочу только напомнить подписывайтесь на социальных сетях ну и конечно же заходите на наш официальный сайт всего доброго берегите себя